Автография в эфире. Здравствуйте, с вами Артемий Заварзин и вот некоторые темы, о которых расскажем прямо сейчас. Судьбу долгостроя начали решать в суде. В центре внимания дома на Доковской. Сто бальников в этом году больше, а волна экзаменов близится к завершению. Машина-зверь. Пять новых Уралов пополнили автопарк поморских огнеборцев. Символ Заполярья отправился на вакцинацию, для чего животным начали делать прививки. На каждом снимке специальный шифр для НКВД. Сегодня в Северодвинске открылась фотовыставка о первых строителях города Корабелов. Но вначале, что происходит, когда молодежный театр в июне приглашает в Архангельск друзей со всего мира? Правильно, международный фестиваль уличных театров. Сегодня он открылся в 24-й раз. Жители и гости столицы Поморья смогут увидеть выступление 10 коллективов. Впрочем, все подробности узнаем у моей коллеги Анны Рязановой. Она сейчас находится в гуще театрального действа. Анна, приветствую тебя. Расскажи, что происходит в эти минуты на улицах Архангельска. Артемий, добрый вечер. 24-му фестивалю уличных театров «Данстарт». Девять коллективов из Ирландии, Испании, Италии, Германии, Бразилии и, конечно же, России уже здесь. Завтра мы ждем прибытия еще одного театра из Петербурга. Это, конечно, артисты, клоуны, эллизионисты, музыканты. Есть здесь даже шпагоглотатели. Карнавального шествия по случаю открытия не случилось, но зато в этом году вместо него гала-концерт. И через пару минут он как раз начнется в Архангельском театре драмы. Есть и еще одно новшество праздника культуры. В этом году уменьшено количество фестивальных дней. Зато программа будет насыщенней. Завтра на разных площадках города артисты начнут выступление уже с 15 часов. Один из самых долгожданных гостей – оркестр государства «Картония». Внимание, государство, которого нет на карте, но оно имеет свою экономическую и политическую систему. Как говорят сами артисты, которые, кстати, в столице Памуре впервые сделают, они нечто, что произойдет один раз и больше никогда не повторится. И вот какими впечатлениями делятся с нами зрители. Все нравится. Сжигательного мы еще не видели. Да-да-да. Мы подарим вам много веселья. Приходите и насладитесь нашим шоу. Ну что же, а нам остается только наблюдать за этой феерией. Продлится она до субботы и 23 июня. Фестиваль уличных театров завершится, но не как обычно. Шествием по Троицкому проспекту, а музыкальным фестивалем в клубе М-33. О подробности сегодняшнего открытия ждите уже завтра. Артемий. Спасибо, Анна. Моя коллега Анна Рязанова рассказала об открытии фестиваля уличных театров. Подробный репортаж смотрите завтра в программе «Сейчас» в регионе в 12 часов. К другим темам. Школьники по морю сдали ЕГЭ по биологии и иностранным языкам. Традиционно самым популярным стал известен по английскому языку. На письменную часть зарегистрировалось почти 600 человек. Немецкие решили сдавать всего 7 меры выпускников. Что касается биологии, по этому предмету ЕГЭ писали 1400 школьников, что на 200 человек больше, чем год назад. Результаты испытаний станут известны не ранее 4 июля. Добавлю, что по итогам пяти прошедших испытаний 12 человек получили за свои работы по 100 баллов. Особый успех в ЕГЭ по химии 7 меры выпускников безупречно справились со всеми заданиями. В прошлом году это удалось сделать всего одному человеку. А один школьник из Архангельска сдал экзамен по математике на 100 баллов. Год назад достичь такого результата не смог никто. В октябрьском суде сегодня стартовал процесс над генеральным директором компании «Импера Нова» Александром Галащановым. В 2011-м его фирма стала подрядчиком строительства четырех социальных домов на улице Доковской в Архангельске. По контракту работы должны были быть и закончены к декабрю 2012-го. Но сроки неоднократно переносились и контракт с подрядчиком расторгли. В итоге на скамье подсудимых по обвинению в халатности оказались несколько чиновников прежней городской администрации. А сейчас и руководитель организации застройщика. Органом предварительного следствия Галащапов обвиняется в том, что являясь генеральным директором коммерческой организации «Импера Нова» в 2012-2013 годах путем обмана причинил администрацию муниципального образования в городе Архангельске имущественный ущерб. Но сумма свыше 123 миллионов рублей, не достроив 4 многоквартирных жилых дома по улице Доковской в городе Архангельске при исполнении муниципального контракта. Сам подрядчик вины не признает. По утверждению Галащапова на момент начала строительства проект домов необходимо было полностью переделывать, а возводить новостройки мешали чиновники, задерживая выплаты по контракту. Мы еще с материалами уголовного дела не знакомы, и поэтому выразить относительно четко нашу позицию мы сегодня не можем, опираясь на какие-то доказательства, которые могут быть в уголовном деле или не могут быть там. А на сегодняшний день позиция моего подзащитного, он не виновен. Сегодня СОД почти сразу же объявил перерыв в заседании до 2 июля, чтобы сторона защиты могла ознакомиться с материалами дела. Напомним, что социальные дома на Доковской завершены только на 70%, при этом возведены с нарушениями пожарной безопасности. Городские власти сейчас решают судьбу новостроек достроить или снести. Здание, которое было заброшенным почти 20 лет, обрело новую жизнь в Цыгламине, восстанавливают детско-юношеский спортивный центр. Благодаря совместным усилиям городских властей, правительству региона и спонсоров, почти 2000 ребят получат возможность заниматься спортом у себя в округе. Наталья Пулина продолжит тему. Возрождение спортивного зала в Цыгламине идет полным ходом. Уже скоро вместо строительного мусора здесь появятся хоккейная коробка и новые тренажеры, а вместо рабочих – юные спортсмены. Такую возможность округу подарили городские власти, выкупив заброшенные здания у собственника. На это потратили почти 3 миллиона рублей. Общая же смета ремонта – порядка 15 миллионов. У нас дети все равные. И очень хорошо, что мы сейчас пошли на окраины. Не только в центре все благоустраиваем и делаем, но мы сейчас и идем и окраины захватываем. Спортивные сооружения приобретаем, строим, футбольные поля, поля для хоккейных площадок. Поддержали городские власти и спонсоры. 25-й лесозавод группы компании «Титан» взял на себя часть финансовых расходов, а также помогли стройматериалами. Год назад нам обратились с продолжением о помощи реконструкции данного спортзала. Естественно, мы откликнулись, потому что у нас на этой территории находится производственный участок. И здесь живут семьи, дети наших рабочих, наших специалистов. Не могли мы и не откликнуться. Как идет подготовка детско-юношеского центра, сегодня проверил Игорь Годзиш. В ходе визита у главы города появились новые идеи. Вот эти вот стены, которые сегодня, по сути, как ограждающая конструкция, но они не работают, например, на зрителя. Сегодня вполне возможно смонтировать балкон, если эксперты сочтут, конечно, это возможно. И, во-первых, с этих стен лучше видно, как идет игра, чем смотреть с одного торца. И при этом сам основной балкон, стандартный, который был заложен, он очень широкий, и там можно поставить тренажеры. Уже спрашивают, какие секции будут работать. У нас уже 100% здесь будет открытие секции флорбола. Подготовим тренажерный зал, зал для тяжелой атлетики. И будем набирать детишек. Так, в пределах здесь можно набрать 250-300 детей. Посещать секции ребята смогут абсолютно бесплатно. Занятия начнутся уже этой осенью. Наталья Пулина, Светлана Михеевская, Регион 29. Величане победили в Архангельске, а сегодня определили лучшую бригаду скорой помощи. Ими стали врачи из южной столицы Архангельской области. Для победителей результаты стали приятной неожиданностью. На самом деле очень тяжело. Я вот еще раз повторюсь, я говорил перед конкурсантами, что в этом году очень много неожиданностей, вот именно связанных с нашей работой. То есть много неизвестного, очень много неожиданностей, к чему можно было подготовиться, но никто не ожидал. Вот именно таких конкурсов тяжелых, интересных очень даже. Вельские фельдшеры уже побеждали два года назад. В 2017-м стали лучшими в сердечно-легочной реанимации. А вот вельские экстремалы недавно вернулись из непальской экспедиции и сразу же отправились в другую. Все ли задуманное получилось, узнала Лада Романова. Около полугода ушло у северян на подготовку к восхождению на сложные вершины непальской горы Калапатар. Борьба со стихиями взамен на бурю эмоций – такова сделка отважных вельчан с природой. Поднялся на Калапатар, на базу лакеря Вереста. Было очень классно, супер, но тяжело. На самом деле тяжело, я не ожидал, что будет так. К сожалению, увидеть Непал с вершины удалось не всем. Получилось так, что со здоровьем немножко подкачало. Внизу горло сейчас простудило. Чем выше, тем хуже. Наверху все только хуже, ничего не лечится. Поэтому пришлось встаться на лагере и ждать ребят. Но даже этот момент не испортил впечатление от поездки. Наоборот, нашлось время для творчества. Мне очень понравилось. Мне понравилось то, что я прожила в Намчебазаре неделю. Я так отдохнула там. Я кушала, отдыхала, рисовала. Это просто красота. Около месяца путешественники провели в Непале. После долгих дней восхождения десерт – прыжок с самой высокой в мире тарзанки в Катманду. Высота коняна 180 метров, свободное падение 160. И что это, что это, что это? Тарзанка. Огонь. Отпраздновать возвращение на родину экстремалы решили очередным вызовом природе. А именно с плавом по рекам Кольского полуострова. Сейчас с девочками на катамаральной четверке ходили в Мельничный каскад третья ступень. Это было пиковое только у нас. Самый интересный маршрут этот был. Мы проходили, получается, четыре речки. Это Печа, Ура, Западная лица и завтра будет у нас Титовка еще. Последняя река Титовка пощекотала нервы. Экстремалов перевернула при преодолении сложного порога. И все это здорово и кажется американскими горками. Многие люди не понимают, но на самом деле реальная опасность. Поморские путешественники уже строят планы на следующий год. За очередной порцией адреналина решено отправиться на гору Казбек. Владлена Романова, Анатолий Квасков, Регион 29. Парк автомашин поморских огнеборцев пополнили пять новых Уралов. Их вручение прошло в Вельске. Символические ключи передали начальникам противопожарных отрядов Устьянского и Конышского районов. Поздравляю. Отряд государственной противопожарной службы номер 17 получил новую технику. Я думаю, что показатели будут еще выше, чем сейчас. Спасибо. Будем использовать по назначению. Еще два автомобиля в этом году уже получили огнеборцы Приморского и Плесецкого районов. Обновление спасательной техники проходит в рамках программы «Пожарная безопасность» Архангельской области. Вы видите, что машины проходимые, полноприводные. Шесть тонн воды они вывозят. Поэтому в первую очередь в те районы, где в этом есть необходимость обновления. Но это не последние машины. Вот шестая машина, которую мы ждем в этом году, она будет передана сюда, вот в город Вельск. Все машины оснащены по последнему слову техники. Водители прошли специальную подготовку в учебном центре МЧС. Пожарные продемонстрировали возможности новых автоцистерн местным детям, которые с интересом наблюдали за церемонией вручения ключей. Далее немного потребительской информации, а после еще много интересных новостей. Будьте с нами. Натуральный, нефильтрованный, неосветленный квас живого брожения «Дарница». В фирменной сети «Золотая Нива» от народного предприятия «Архангельск Хлеб». С 19 по 22 июня во Дворце спорта спешите приобрести верхнюю одежду из Финляндии и Германии. Куртки, плащи и ветровки для мужчин и женщин. Богатое разнообразие моделей и фасонов на любой вкус. Одежда вся идет стильная, красивая, необычная и комфортная. Комфортная в том, что она удобна для любой погоды. Особенно для города Архангельска, потому что сверху нанесена защитная пленка, ткань не промокает. Широкий размерный ряд от 42 по 64. Цены на весеннюю и летнюю коллекцию приятно удивят. Итак, Дворец спорта с 19 по 22 июня. Время работы из 10 до 19 часов. Спешите на выставку продажу. Местная значит российская. Огромный ассортимент продуктов и товаров со всей страны. С 19 по 22 июня во Дворце спорта. Это «Автограф дня». Мы продолжаем знакомить вас с заметными событиями. И вот еще одно. В Ненецком округе стартовала кампания по вакцинации оленей. Прививку от сибирской язвы и подкожного овода получат 138 тысяч парнокопытных. Специалисты станции по борьбе с болезнями животных уже выехали в два населенных пункта. Вакцины, медикаменты полностью есть. Порядка 138 тысяч леней спланировано эти две вакцинации провести. Также в Ненецком округе остро стоит вопрос перехода на электронное оформление ветеринарных документов. В соответствии с приказом Федерального Минсельхоза это должно быть сделано уже с 1 июля этого года. 82 года назад первая группа рабочих прибыла в Никольское устье Северной Двины для строительства нового завода и города. Это начальная точка истории Северодвинска. Сегодня в городе Корабелов открылась фотовыставка, посвященная первостроителям. Фонд Северодвинского краеведческого музея впервые показал снимки второй половины 30-х годов. Рассказывает Михаил Меньшанин. За два года построили первые причалы, мост на остров Ягры, деревянные жилые кварталы и, конечно, оборонные предприятия. В год 80-летия Северодвинска городской музей предлагает вспомнить о первой группе рабочих. Фотовыставка с одноименным названием сегодня открылась в городе Корабелов. Где находились первые бани, где находились первые детские сады, на каком корабле первые жители города Северодвинска сюда приехали, как изначально назывался город Северодвинска, узнал много нового, чем они увлекались, какой был первый детский сад. Выставка была очень интересна. 11 августа 1938 года правительство страны высоко оценило достижения первых строителей и присвоило новому населенному пункту статус города. Сохранить историю суда строя, а потом уже и Молотовска удалось по фотографиям. В фонде музея 14 альбомов, в которых более шести сотен снимков. Причем сделаны они были только для отчетности. На каждом снимке специальный шифр для НКВД. Ягорин Лак отчитывался перед вышестоящим руководством о том, какие подвижки на строительстве у них уже осуществлены, что уже сделано. И поэтому каждая фотография была зашифрована. И там стоит номер по порядку, сквозная нумерация, в альбоме какой номер. И даже целая система выстраивается как раз из оборотных штампов. Это тоже предмет для исследования, они тоже очень говорящие. Познакомиться с историей города Корабелов можно в городском музее до конца лета. Михаил Меньшанин, Ксения Юдина, Дмитрий Ткаченко, Регион 29. Пробы воды в Северной Двине в большинстве случаев не соответствуют нормам. Об этом заявил Роспотребнадзор. Опасения не вызывают только два объекта в регионе. Это озера Лахта и Коровья. В Архангельске же гигиеническим нормативом соответствует вода в районе 14 лесозавода, в реке Кузнечиха, в районе улицы Малиновского. А вот с водорядом с пляжами у Кузнечевского моста и центральным пляжем от Лугинова до Свободы по микробиологическим показателям плохая. А сейчас поговорим о таком понятии, как временная или проектная занятость. Иными словами, подработка. В летний сезон, согласитесь, особенно актуально. Итак, по сравнению с прошлым годом, количество вариантов за первые 4 месяца 2018-го выросло на 45%. В абсолютных цифрах прирост не выглядит столь внушительным, но вакансии для фрилансеров в регионе есть, и это радует. Чаще приложения встречаются для представителей маркетинга, рекламы и сферы пиар. В топе по запросу у архангельских работодателей, также молодые специалисты, транспортники, работники искусства и медиа. И специалисты, IT-специалисты. Варианты подработки также можно подобрать представителям банков, инвестиций и лизинга. Что касается требований в вакансиях, то большая часть предложений с временной работой подразумевает наличие трудового стажа у соискателей от 1 года до 3 лет. 40% работодателей региона готовы взять на подработку специалиста без опыта. Еще 14% вакансий предназначены для опытных профи, рабочий стаж которых превышает 3 года. Средняя зарплата на подработки, и тут внимание, 20 тысяч рублей в месяц. Вот такие данные приводят аналитики сервиса хх.ру. А как же создать теплый климат для северного бизнеса? Чем будет полезна новая система Меркурий? Что нового в законах нас ожидает во второй летний месяц? Ответы на эти и другие вопросы дадим в нашей бизнес-панораме. Новый выпуск уже завтра. Послевкусие от дискуссий в Архангельске прошла юбилейная конференция малого и среднего предпринимательства, что сегодня представляют из себя прорывные бизнес-проекты. Это говорит о том, что это как раз то самое экономически активное население, которое жаждет новых идей и их реализации на территории региона. Форум традиционный, формат новый. Команда 29 стартует в это воскресенье. Какие задачи будут решать участники, кто партнеры и заказчики, и каких гостей ждем? С нами будут работать представители российской вечерной компании, фонд развития интернет-инициатив, высшая школа экономики из города Москвы. И зачем нам Меркурий? Какие товары могут исчезнуть с полок магазинов из завода новой системы контроля? Электронная выдача и ветеринарное собрание документов – это прослеживаемость все-таки, потому что можно отследить движение товаров животного происхождения. Новый выпуск «Бизнес-панорамы» смотрите 20 июня в 19.20 на телеканале «Регион-29». Такие новости. Я желаю вам всего самого доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова